ку-ку привет чуваки с вами говно 007 и мой друг капитан америка сегодня у нас суббота и по субботам мы разыгрываем лотерею вот она лотерея я так думаю чуваки я выиграю через год свою лотерею потому что мне вот так вот все тяжело по жизни дается что сразу не могу пойти купить билет выиграть миллион я думаю это год займет у меня всегда все мои великие дела занимали погоду 60 мать вашу вот поэтому сколько мы уже играем я не помню месяца 3 до 4 ну еще надо подождать месяцев 8 и и и мы в дамках вот что у нас тут 90 блин меня задолбало если честно уже играть и не вообще нихера не выигрывать хоть бы я не знаю там тысячонку какую-то выиграть 30 вообще какие-то левые мелкие цифры мне кажется сегодня что-нибудь выиграю у меня такое чувство как бы хоть какую-то мелочь но выиграю тысяча вот 60 90 и того чего мы имеем на сейчас на сейчас не момент мы имеем два раза по и 60 два раза по 90 вот и у у меня еще три попытки ну сейчас посмотрим что будет два раза по 60 у меня два раза по 90 о 30 у меня уже два раза по 30 вот я отвечаю чуваки у меня такое чувство что вот в этих вот двух будет либо 60 либо 30 либо 30 я вам говорил я вам говорил 30 60 или 90 30 вышло же вышло классно так и здесь у нас последняя тысяча значит я выиграл чуваки 30 крон 30 крон и выиграл это видите три раза у меня по 30 было смотрите три раза по 30 значит я выиграл 30 крон теперь вот здесь вот есть крестик я его сейчас отшкребу и я этот крестик под крестиком там сколько еще раз у меня по 30 будет один раз ноль раз или 10 раз может там 10 раз по 30 тогда я выиграл 300 крон ну тут конечно уверен там у меня один раз у тебя на 30 есть крестик я имея какого-то один раз будет по 30 я думаю сейчас посмотрим нет два раза я выиграл 60 крон чуваки 60 крон 30 на 2 это 60 да я выиграл чуваки 60 крон я вообще такой счастливый а вы заметили чуваки я чувствовал что я сегодня выиграю Вы заметили, я сразу же сказал, что сегодня я чувствую, что я выиграю Потому что я давно уже не выигрывал никакой мелочи даже Ну видите, даже вот выиграл мелочь, а уже приятно Ну ладно, чуваки, лотерея лотереей А сейчас немного вам расскажу, отвечу вам на некоторые ваши вопросы Кстати, хотел передать привет Федор, это одному чуваку, у него ник Федор 4671 И Филимону Петровичу хотел передать привет тоже У него такой тоже ник Филимон Петрович Привет, привет, чуваки Вот, вот многие спрашивают, просят, чтобы я сказал о своей спортивной деятельности О том, о сём А чуваки, спортивная деятельность у меня такая, очень такая Убогая Значит, у меня первый разряд по гребле, по байдарке Кандидат в мастера спорта по боксу Ну я вам сразу говорю Там я, например, иногда снимаю, как я по грушу бью И там некоторые оставляют комментарии, типа, что я там бить не умею, груша сдачи не даёт Я понимаю, чуваки, я с вами согласен И бью по грушу охреново, и груша сдачи не даёт У меня всегда вспоминается такая вещь, когда вот обсирают Валуева Поэтому, несмотря на то, что, чуваки, я так херово бью по груши, как вы говорите, да Хотя то, что я там в моих роликах бью по груши, это вообще херня, это так Я просто стебусь Что, значит, что у меня техники нет, там знатоки мне пишут Это всё, я это слышал много раз И вот я вам расскажу даже историю, да Я сразу говорю, я боксёр херовый Я не претендую на то, что я хороший боксёр И техника у меня херовая, и всё Но у меня есть одно небольшое преимущество У меня рост метр девяносто три И вес сто тридцать килограмм Поэтому, чуваки, несмотря на то, что я такой херовый боксёр У меня даже были профессиональные бои Три в Швеции И три в Америке В Америке два я проиграл Один я выиграл И в Швеции два я проиграл, и один я выиграл И вот я вам расскажу сейчас один момент Про бой, который у меня Профессиональный бой, который у меня был в Швеции Я боксировал с чуваком Он швед Это было в девяносто третьем году Тогда ещё не было в Швеции даже профессионального бокса Мы выезжали Тогда и устраивали эти соревнования Клуб устроил Вообще в Дании И мы выехали в Данию И там проводили этот профессиональный бокс Профессиональный бой И бой такой как бы был показательный Там приехали многие такие чуваки Которые хотели купить вот этого боксёра шведского Микаэль Микаэль Лимблод И бой был показательный И меня считали там за говно все Считали, что я херовый боксёр Типа там, ну я так там, то ходил, то не ходил Но я был в его весе, понимаете, супертяжеловес И мне сказали, давай поехали в Данию И типа там проведёшь бой И тебе там заплатят В случае или выигрыша, или проигрыша Тебя заплатят там 500 евро Но я говорю, ну хорошо, поехали И вот я ехал туда И вот У меня тренера не было в Швеции никогда Я тренировался сам Это, кстати, большой очень минус Ну, херня, короче И мы приехали в Данию И как бы Всё уже было на мази Все знали, что этот Микаэль Лимблод Он выиграет Потому что он был двукратный чемпион Швеции Он уже был профессиональным боксёром Независимо, чтобы в Швеции не было профессионального бокса Он всё равно уже выступал в других странах Просто как профессионал уже И всё было на мази Все уже знали, что он выиграет Я типа вообще никто Какой-то там Серёжа там Никому неизвестный, да Просто был такой показательный бой Так вот, чуваки, я вам скажу Я настроился на этот бой Без всякого тренера, да Настроиться это очень важно Я настроился И сказал Я этим педерастам докажу Что такое вот русский характер У меня есть ещё одно преимущество Даже когда я проигрываю Я, ну, понимаете Некоторые боксёры им дашь, типа, в рожу Они уже понимают, что они, типа, проиграют И они сами ложатся Я никогда не ложусь Пусть меня хоть убьют на ринге Я никогда не лягу Да, если там меня вырубят в нокаут Конечно, я упаду Но пока я в сознании Я никогда не лягу Так вот, этот бой закончился, знаете, чем С первой же секунды Я его начал херачить Просто, ну вот Мне не описать, как я его начал херачить Очень сильно Обычно я боксирую в стиле, так знаете Ну, нет у меня стиля А тут я сделал стиль Мухаммед Али Я начал прыгать И херачить, и херачить Короче, во втором раунде Закончился бой тем Что тренер выбросил полотенце Как бы я уже чувствую Во втором раунде под конец Еще 5, 10, 15 секунд И он все Он будет в глубоком нокауте Он уже еле на ногах стоял И видно, тренер это тоже увидел И просто выбросил полотенце Потому что, ну куда ж Такую шведскую надежду Его ж надо продавать куда-то А я его сейчас вырублю И все Так они хоть подумали Ладно, пусть он бой проиграет Но пусть он это самое Я его не пробью И когда я выиграл этот бой Они там все просто охренели Просто все 10 минут прошло, чуваки Чауп! В следующий раз расскажу вам про гирю Субтитры сделал DimaTorzok